Ваши секции существуют уже второй год. В разном составе, к сожалению, но все-таки мы второй год уже работаем и встречаемся вместе. И говорим, каким поводом к созданию этой вестницы послужило Ваше участие в конкурсе выставки «Пасхальная радость» и те какие-то взаимные непонимания, которые возникали в результате подготовки детьми к этому мероприятию и последующему просмотру своих работ, других работ в рамках этой выставки. И если все вот это так начиналось, то сейчас это пошло гораздо глубже. То есть мы стали говорить не только о работах, об этом разговор будет сегодня на нашем методическом объединении, но и стали говорить вообще о работе прикладников и возможности осуществления духовно-трастного воспитания детей в рамках работы кружков прикладного творчества. У нас существует уже который год конкурс методических разработок педагогов, работающих в сфере духовно-трастного воспитания. Но вот пока секции прикладного творчества не было, были некоторые работы, которые можно было бы уже представить на этой секции. Но я понимаю, одна из причин, наверное, потому что люди, которые занимаются прикладным творчеством, они больше руками любят сделать, детьми показать, чем рассказывать и доказывать, что именно эти формы актуальны в работе с детьми. Поэтому вот такие-то мы методы приема используемся на тех философских, богословских и педагогических методических основаниях стоим. Все-таки вам проще показать, сделать конкретно. Но вот теперь этот конкурс «Покровские педагогические чтения» стал всероссийским. Раньше он был городским, теперь вот с прошлого года всероссийский. И он проводится всей сложностью подготовки не каждый год, а раз в два года. И на следующий год он будет снова проводиться вот у нас в городе Волгограде. Поэтому у вас есть возможность поработать над какой-то темой, вот духовно-нравственное воспитание в рамках работы ваших кружков. Вот в рамках методического объединения обсудить, может быть, получить консультацию или с коллегами посоветоваться обсудить. И на следующий год, в октябре месяце, выйти на этот конкурс своими работами. По итогам конкурса выпускается сборник. Вот у нас в этом году тоже сборник вышел, придет педагог Пушкина Людмила Альбертовна. Мы будем вот ей торжество вручать, потому что ее работа тоже в этот сборник попала, хотя секции в этом году не было. Поэтому вот у вас есть прекрасная возможность в этом поучаствовать. Но разрешите поздравить вас с началом учебного года, который уже вот во все, наверное, идет, начинается поблагодарить, что вы все-таки нашли время, вырвали сентябрь, самое тяжелое время для школ. И когда мы телефонограмму рассылали, у нас, конечно, были большие сомнения, что не получится. Но вот слава Богу, что у большинства все-таки получилось. Не теряйтесь, пожалуйста. Мы еще раз будем встречаться в декабре месяце, в марте. И весной будет итоговое методическое объединение. Я очень надеюсь, что оно будет в храме князя Владимира. И выбор этого храма не случайно, потому что этот год, вот 15-й год, объявляли тысячелетием со дня представления князя Владимира. И международные рождественские чтения, которые в этом году будут проходить в Москве, ну вот как в этом следующем, в этом учебном для нас-то январе-то этот год, а в январе 15-го года будут проходить международные рождественские чтения, они так и будут, тема так и будет звучать. Князь Владимир, двоеточие, цивилизационный выбор. И есть даже указ президента о том, что в рамках этой даты будет проведено большое количество мероприятий культурного характера в нашей стране. Это не только дети, это и взрослые, это представители различных слоев населения, не только православная церковь будет участвовать активно в проведении этих мероприятий. И в рамках нашего конкурса, который будет «Пасхальная радость», тоже обязательно мы будем обращаться к этой тематике. Поэтому сегодня в рамках нашего методического объединения выступит Наталья Ивановна Титова. Она методист епархиального отдела религиозного образования и катехизации нашей епархии. Вот поэтому сегодня прозвучит рассказ о князе Владимире. Говорят, готовь сани летом. Когда мы узнали, что собирается методобъединение, которое посвящается подготовке фестиваля, который пройдет в мае, было несколько странно. Однако сейчас совершенно ясно, что это очень обдуманный, такой правильный, хороший тактический ход. Потому что заведомо можно приготовить и подумать, какова будет тематика, каково будет содержание, в каких цификах можно представить свои работы. Чтобы они были разнообразны, чтобы был диапазон широк, и чтобы можно было всем провести эту экскурсию и поучаствовать с ней с большой пользой. Как для себя, так и для всех наших горожан, учащихся и всех, кто к ней прикоснется. Поэтому, в первую очередь, конечно, если наша тема соприкасается с житием князя Владимира, то стоит к нему, наверное, углубиться. И, может быть, даже дома, или на уроках, или в тех учреждениях, в которых вы работаете, предварить эту работу вот такими вот неделями князя Владимира, может быть, которые коснулись бы не только вашего предмета, но и предметов других, например, там, литература, у кого-то музыка, у кого-то там история. То есть каким-то образом детей надо, естественно, подготовить. Но, в первую очередь, окунуться самим в это очень давнее, но очень важное время, когда решалась судьба нашей страны. Мы все с вами педагоги и знаем, что есть периоды в жизни человека, которые определяют всю его судьбу. В первую очередь, это его детство, когда закладывается абсолютно весь его фундамент взглядов, мировоззрения, какие-то его интересы, наклонности, особенности. И складывается его характер. И этот характер можно с уверенностью перенести на формирование не только конкретного человека, каждого из нас, но и на формирование целых народов. То, как формировался народ, какие он взял истоки, что он получил изначально, какие он взял ориентиры в своем развитии, определяет полностью и его судьбу. Вот такова участь и нашего с вами русского народа, судьба которого связана в первую очередь с удивительным человеком, без привлечения можно про которого сказать, что вряд ли найдется во всей истории такая личность в нашей истории всего русского народа, которая бы была так важна и так необходима, как личность святого князя Владимира. Каким он был? Нам, конечно, очень хочется заглянуть в это время от листа в тысячу лет и более тому назад. Многие из нас с вами знают, что родился он в 940-60 году, много веков тому назад. Был он внезаконным или внебрачным рожденным ребенком у князя Святослава и его рабыней. Ну, была ли она рабыня, это тоже большой вопрос, потому что тогда была ключница. Рабыне не доверили бы ключи, да? Наверное, это была женщина для Святослава очень значимая, если были доверены ей ключи, а значит и многие тайны того места, где проживал сам Святослав. Так или иначе, говоря о его внебрачности или внезаконности рождения, можно, наверное, припомнить, что таких историй была тьма. Но каждый внебрачный ребенок становился тем, кем он стал на самом деле. Видимо, это был изначально совсем неординарный ребенок. Известно из истории также, что князь Владимир после рождения своего был отмят верующей православной бабкой княгиней Ольгой, которая приложила все свои усилия для того, чтобы воспитать или, наверное, зародить в нем те истоки христианства и те истоки веры православной, которая в то время уже понемножку распространялась по земле русской, наряду с язычеством, мы это знаем, да? Так или иначе, но когда мальчику исполнилось 7 лет, а князь Владимир, князь Святослав к тому времени уже отошел в мир иной, достался 7-летнему мальчику удел и немалый Новгород Великий. Новгород, который по уделенному весу и значимости своему имел, наверное, второе значение после Киева, если не первому, по какому-то, наверное, идеологическим или идейным соображениям. Помогал ему во всем его дядя, очень замечательный дядя с прекрасным именем русским Добрыня. Вот он и взял на себя всю опеку этого мальчика и помогал ему в правлении. Но надо еще понимать, что народная веча не согласилась бы на бы кого, то есть, естественно, что могли бы получить только того, кого они сами бы и захотели. Поэтому здесь, конечно, был договор между князьями, естественно, изначально обговорен. Через некоторое время Олег, который получил Киевский престол, заболел болезнью гордости своей, властолюбия, и потихонечку стал раздвигать пределы своей власти. Со временем Ярополк уничтожил своего, убил своего брата родного Олега, который получил древлянскую землю. И к тому времени, уже будучи юным, князь Владимир сразу понял, что следующая очередь будет за ним. И поэтому, выбирая такой очень правильный тактический ход, он уходит за морские края с тем, чтобы собрать немножечко войско, укрепиться. И это был очень правильный выбор, потому что спустя некоторое время, когда он уже очень окрепший и возмужавший возвращается, он очень легко свергает ставленника Ярополка в Новгороде, занимает также еще полот. И уже он на подступах к Киеву, фактически Ярополк вынужден был бежать, потому что он понимал, что месть не за горами. Почему сам князь Владимир? Ну, по сути дела, он убил Ярополка. То есть, во всяком случае, он сделал все, чтобы это произошло. Но здесь очень много вопросов, в которые уходит в первую очередь его язычество, в котором его, конечно, многие и обвиняют. Наши вот особенно такие оппоненты, которые вне православия стоят, знают, какой он был, говорят. То есть, в этом надо тоже немножко разбираться и ставить определенные акценты для себя. Да, был. Но он и действовал в рамках тех законов языческих, которые позволяли ему это совершать. И это надо обязательно помнить и говорить, понимать, что тем более велика слава, свершившаяся над этим человеком, если он из такого язычника превращается в кого? Человека, который причислен к лику святого. Правильно? Вот. Ну, его говорят о том, что страсти его были таковы же, как и языческие боги. Беспредельны. И предавался он им безудержно. Детям, конечно, мы об этом говорить не будем. Но нам очень важно понять другое, что человек в своих гордынях, в своих пристрастиях и страстях может падать до бесконечности. И Господь иногда попускает такое падение человеку. Но даже в этой темноте и мраке очень часто Господь протягивает в самый последний момент как луч света шанс на выбор и шанс на спасение. Вот наша задача и каждого человека этот шанс использовать. И может этот шанс использовать только сам человек. Вот князь Владимир этот шанс использовал. И мне кажется, этот шанс у князя Владимира был в первую очередь связан и определён с выбором той веры, которую он искал. Говорят, что послужило толчком к тому очень страшное событие. Язычество требовало крови и жертвоприношения. И выбор пал на тогда уже живущих православных христиан на отрок у младенца, небольшого мальчика Иоанна, боярина Фёдора. Но Фёдор не дал и не допустил в жертвоприношении своего сына. Они погибли вместе. И по сути они являются первыми русскими святыми. Но, как видите, кровь русская и святая, она провелась не даром. Она осветила землю русскую и взрастила, вот как оросила. И на ней выросло вот то православие, о котором мы с вами говорим. Святость. Святость в том числе не только самого князя, но и всей нашей земли, которую называют святой Русью. Так или иначе, но князь Владимир, будучи успешным и полководцем, и человеком, который в жизни, наверное, получал всё, что ему хотелось, в пределах своих, естественно, удовольствий и потребностей, естественно, не мог не задумываться и о смысле жизни, он не мог не задумываться и о судьбе своей страны, которая была ему уверена. Он не мог не задумываться и о тех, наверное, каких-то ростах, которые, или мыслях, которые ему вложила в сердце бабушка княгиня Ольга. Он, конечно, мечтал о красоте и гармемонии, которую, естественно, в то время можно было найти. Ну, он, наверное, посмотрел и увидел, что в то время олицетворением такой гармонии являлась Византия. Это была очень успешная страна, экономически сильная, в ней развивалась прекрасно и экономика, и культура, строились университеты, большие города, воспитывались детишки. И вот это вот благолепие, которое они видели, естественно, наверное, привлекало самого князя Владимира. Он стал искать веру. Вот этот поиск веры, это как раз и говорит о том его, той потребности человеческой души, которая дается самим Господом. Многие сейчас говорят и упрекают, вот я разговариваю тоже со своими родственниками, говорят, они говорят, что выбор веры был определен в первую очередь политическими или экономическими какими-то особенностями или потребностями, проблемами. Так и не так. Потому что все, что совершается в этом мире, оно совершается по воле Божьей. И князь Владимир выбирал волю не спонтанно, он ее действительно искал. Приходили к нему представители разных конфессий, приходили магометане, предлагали свою веру. Они говорили о том, как они будут замечательно жить после смерти, что у каждого из них будет много жен, и что, естественно, они могут... Единственное требование там было, которое очень сильно, говорят, не удовлетворило самого князя Владимира, это нельзя было пить вино. Но он сказал, что в России всегда вино употреблялось, и мы, русские люди, без этого жить не можем. Пришли евреи, они тоже предлагали свою веру. Говорят, какова ваша вера, спрашивает князь Владимир. Наша вера, они рассказали, и сказали, что мы веруем, все веруют в того, кого якобы мы распяли, а мы веруем в одного Бога, который Бог Авраама, Якова. И с ними он тоже поговорил, но недолго, коротко. И они ему тоже предложили свою веру, но осталось сердце его без отклика, мёртвым. И он сказал, веру вашу и наши предки не принимали, не гоже нам к вам обращаться. И когда пришёл к нему через некоторое время с беседой православный философ с миссией, православный из Бизантии, с ним он разговаривал очень и очень долго. Был поражён картиной как раз страшного суда, который показал этот философ. И он, конечно, сердце его в этот момент, наверное, дрогнуло. Но чтобы принять окончательное решение, он послал с миссией в 10 больших городов в Европе своих представителей лучших знатных людей. Когда они побывали, они поехали фактически в два города. Это был город в Болгарии, где он у католиков, который никак не открепнулось в сердцах миссионеров. И потом они отправились уже в Византию. В Византии, когда узнали, с какой миссией их прислал князь Владимир, оказали пышный приём, пригласили в храм святой Софии при мудрости Божьей. И вот можете себе представить, вот этот огромный, величественный храм, виданный православными людьми, да, величественное и торжественное богослужение с песнопениями, с фениамом, с прекрасным пением. Оно поразило всех присутствующих настолько, что они сказали, мы даже не помним, где мы находились, на земле или на небе. И больше они фактически никуда не поехали, сказав, что тот, кто попробовал один раз сладость, не может согласиться на горечь. Когда они рассказали об этом самому князю Владимиру, он сказал, не глупа была моя бабка, княгиня Ольга, если она выбрала эту веру. И для князя это был вопрос решённый. Но просить, но самого Византию и проситься с принятием христианской веры, сам князь не торопился. И в это время он, по разным источникам я смотрела, он затеял поход на Корсунь, небольшой византийский городок, с тем, чтобы его захватить, уже и спросить того, но чего бы его душа, как говорят, захотела. Осада продолжалась более полугода, потом она завершилась победой князя Владимира, и он сказал, что я готов оставить Корсунь византийцам, но с условием, если вы выдадите за меня, выдадите за меня свою сестру, император Василия и Константина, Анну, которая славилась в то время своими талантами и красотой неземной. И вот когда они не могли согласиться на то, потому что в лице европейских держав князь Владимир, конечно, был барваром, он был язычником. И вот такая парфирородная особа, она не могла согласиться на брак с таким чужеземцем. Поэтому было предложено, если он примет крещение, а сам князь Владимир, собственно, этого и хотел, это был, вероятно, его очень такой хитрый план, он примет крещение, а не готова отдать за него сестру Анну. Так и порешили. Вместе с принцессой Анной приехали в миссию в Корсунь и митрополиты, и все, кто должны были крестить князя Владимира. И здесь Господь явил чудо. Чудо Господь всегда являет в определенный момент для того, чтобы укрепить человека в вере. Оно не дается на ровном месте, оно всегда происходит, как мы с вами знаем, в тот момент, когда человеку нужна какая-то особая помощь. И в это время случилась большая болезнь у князя Владимира. Он внезапно ослел. Прибывшая княгиня Анна сказала, что это испытание Божье, и тебе не надлежит немедленно креститься, и таким образом ты можешь получить исцеление. И он сказал, если действительно мне поможет это крещение, то силен действительно ваш Бог. Чудо действительно произошло. Как только митрополит возложил руку и сказал во имя Отца и Сына и Святого Духа, князь Владимир прозрел. Крестили его с именем Василий. И естественно состоялось бракосочетание, венчание, и князь Владимир отправился уже теперь... Ну понимаете, что здесь очень важно именно было вот такое принятие крещения, которое сохраняло за Россией независимость. То есть оно давало право России быть родственной, союзной державой вместе с Византией. На очень таких равных правах он вступил и принял крестьянство, чтобы Россия была самостоятельной, независимой и крепкой державой. С тем еще, и чтобы... Естественно, многие говорят, что это был политический ход, что с этих пор у него было право войти и в европейские державы, в союз с ними, потому что они веровали все в единого Бога. Я когда перечитывала Иван, извините, житей, я подумала, очень сходная на самом деле сейчас ситуация у нас. И сейчас очень многие пытаются попасть в Евросоюз, вот чтобы с ними вместе продолжать какое-то свое историческое бытие. Но вы видите, как князь Владимир выбирает совсем другую стезю, самостоятельную, свою, самобытную и не похожую ни на что. Вот мне кажется, наша страна на сегодняшний день находится в какой-то такой очень похожей ситуации выбора. С кем мы? С Европой, которая предлагает свои ценности, чуждые православия. Или мы сейчас действительно выберем свой путь, свою независимость и свое по-настоящему будущее, великое будущее, которое когда-то выбирал для нас всех с вами и князь Владимир. Ну, а далее, конечно, князь вернулся с тем, чтобы уже передать вот это святое крещение всему своему народу. Многие упрекают и говорят, что князь Владимир насаждал и вообще насаждалось христианство силой. Но дело в том, что свидетельствам летописцев говорят о том, что да, это была просьба. Мы говорим о вере. Вероятно, все-таки это имело очень большое влияние на народ. И люди принимали святое крещение по воспоминаниям современников летописцев. С большой радостью и любовью, великого не чувствовалось, большая радость и на небесах и на небе. И тот, кто понимает, что вот сейчас, я почему опять акцентирую это внимание, что мы можем только догадываться, что это действительно было изначально, наша страна была выбрана, что изначально выбран был и сам святое для такой великой миссии, для такой великой роли, которой он послужил и который на сегодняшний день по-прежнему и служит, потому что мы можем и сейчас к нему обращаться в молитву. Это было действительно действие, это было действительно великая Божья тайна, великая благодать Божья, которая сокрыта от нас, а для многих неверующих она так и осталась под покровом экономических и политических каких-то причин, в то время как верующему человеку совершенно становится ясно и очевидно, что это могло произойти только по воле Божьей. Христианизация Руси происходила многие годы, ни один день, ни два, это происходило десятилетие, для начала он крестил, конечно, всех своих 12 сыновей, потом он, конечно, уже крестил людей, это действительно дало очень большой толчок и стимул для развития всей нашей государственности. То есть это действительно принятие христианства, это величайшее событие, потому что это государство, возлющие события. Именно вот с этого начинается укрепление нашего государства, его расширение. В этот момент именно люди выбирают те ценности, я не случайно говорила, что то, что заложено в самом раннем детстве, то оно уже и будет раскрываться. Вот в самом раннем юности или детстве, младенчестве нашей истории, мы выбрали себе святость, и мы идем по этому пути, как никакая другая держава, и как никакая другая страна. Мы не похожи на другую страну, мы не можем перенимать чьи-то ценности, у нас есть свои, и мы не можем их каким-то образом ни растерять, ни ассимилировать, ни ассимилировать, потому что это для нас уже уход с того пути, который намечен в самом раннем детстве нашей страны. И глядя вот на такого отца, вот говорят, дети похожи на своего сына, дети похожи на своего отца, да? Когда мы смотрим на отца, мы же тоже должны, наверное, понимать, какие мы черты должны нести особые, национальные, которыми владел сам наш отец. По сути дела, он креститель всей нашей страны. И вот за такой апостольский подвиг, за его такое великое дело, которое он совершил в этом мире по благословению Божьему, его подвиг приравнен к подвигу апостольскому, подобно тому, как это совершали апостолы Господни. Он принес на нашу землю святую православную беду. Вот я еще почему хочу сказать. Когда вы будете читать житие, вы обязательно все его прочитайте, вы увидите его по-своему. И каждый почувствует его сам. Сегодня состоялось первое в этом году заседание городского методического объединения педагогов, работающих в сфере духовно-нравственного воспитания, Лестец. На самом деле, наше методическое объединение работает уже четвертый год. И в состав этого методического объединения входят шесть секций. Прикладного творчества, духовного пения, секции, которые объединяют учителей-предметников истории общества знания, русского литературы, преподавателей основ православной культуры. Сегодня состоялась секция методического объединения, которая называется прикладное творчество. В ней объединяются очень интересные люди, педагоги прикладного творчества, как работающие в кружках дополнительного образования, так и ведущие предмет технологии в общеобразовательных школах города Волгограда. Но поскольку наши мероприятия все носят открытый характер, и в них могут принимать участие не только педагоги муниципальных образовательных учреждений, но и воскресных школ, мы приглашаем людей, педагогов с разных образовательных учреждений. Например, в этом году к нам приехали педагоги из Красной Слободы, из Волгограда, много было педагогов воскресных школ, учреждений дополнительного образования. Но, конечно, основные участники секции это педагоги общеобразовательных школ, которые общаются с детьми регулярно на уроках технологии и готовятся к различным мероприятиям духовно-рассной направленности. Например, вот к выставке «Пасхальная радость», которая ежегодно проходит на Пасхальной Светлой Седмице в городе Волгограде.